добро пожаловать в комнату отдыха ребята комната отдыха мне кажется это вообще ну вот парилка комната отдыха в принципе это логично самые уютные самые крутые здесь помещения вот что мы здесь сразу видим при входе это знаменитая печка ретро портал ретро из кирпича ручной формовки выглядит очень солидно но знаете в чем здесь не особенности необычность то что эта печь ретро новая вот если вы смотрели мои прошлые обзоры на ретро вы могли обратить там были обратить внимание заметить там были другие ручки и для зольного ящика и для самой печки там был минус том что она вот так крутилась и соответственно она сильно нагревалась сейчас она зафиксирована это прям классно притопочный лист на все понятно здесь вот вся кирпичная облицовка печку мы посмотрим чуть позже в парилке пока затем покажу что здесь так она выглядит здоровенная дверка стекло больше 40 сантиметров в диагональ просто огромнейшая то есть представьте какой кайф просто вот вы сидите вы затопили и вон она топка но дайте а так сделаю вот так вот вон она топка то есть прям очень удобно подкладывать дрова не надо никуда сильно нагибаться вы просто сели на корточки спокойно чик чик подкинуть действительно специально тоже ограничительная решетка вот ящик небольшой кайф 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 очень мне это все нравится в чем плюс девятисотых полков человек не будет лежать вплотную к стене чтобы рука вот с этой стороны не опадал его можно хорошо пропарить не только вот эту часть которая с парильщику будет а и вторая часть которая к стене это тоже важный момент именно для парения что ж печки ребята печка бомба и так господа вот так у нас выглядит печка ретро по факту кстати в печке ретро идет агрегат от печки вайлет и уже снаружи сделана каменная облицовка эта печь имеет принципиально новый конструктив снаружи вы можете увидеть только то что конвекционные заглушки точнее задвижки вот которые были здесь и здесь по бокам сверху и снизу их нету и нету еще справа такого отверстия 100 миллиметров чтобы использовать можно было печь для обогрева соседних помещений грилд отказался от этого отверстия по той причине что по их обратной связи за там больше года сколько там производства этой печи буквально пара человек использовали это отверстие по назначению ну то есть принципе его использовали вот поэтому они решили отказаться и полностью пересмотрели именно способ крепления этой облицовки вокруг печки теперь ну я не буду всех секретов раскрывать мало ли это что-то под запретом но суть такая что печь стала в общем еще практичнее еще надежнее вот и кирпич мы видим со всех сторон вот это вот такое черное основание но идет от грилда в комплекте с печью много в комплекте она отдельно закупается но именно все продумано что было под ключ у нас значит здесь я кстати всегда говорю что 300 килограмм кирпича но в облицовке но недавно мне сказали что вроде как меньше поэтому сейчас лучше не буду говорить можно будет уточнить на сайте грилда и потом уже чтобы никого я случайно в заблуждение не вел но в чем суть раньше говорил 300 но минимум 150 здесь есть кирпича ручной формовки вот у него толщина ну то есть я не знаю ну минимум 5 наверное 5 6 5 6 сантиметров вот дальше что у нас здесь у нас комплекте идет жиды и для закрытой каменки 20 килограмм снаружи в комплекте идет камень базовый габбардиабаз поэтому мы всем предлагаем также взять жиды и чтобы все было красиво в едином стиле и надолго жид это пол драгоценный камень который намного более долговечный уже в закрытую каменку камни заложены снаружи заложены здесь суть такая что в эту печь можно заливать даже холодную воду потому что здесь внутри такая чаша из нержавейки вся вода стекает по ней закрытую каменку и уже оттуда испаряется поэтому ну здесь я на всякий случай оставил видите такие как прорези вот с этой стороны с другой стороны куда воду в принципе надо подливать что побыстрее она дошла до воронок а то если подлить чуть-чуть а камни хорошо прогрелись она до воронки просто не дотечет но пару раз так и подольете камни подостынет она будет дотекать все круто выглядит а заслонку для конвекции они видите они перенесли назад то есть минимализм такой получился здесь у нас все вообще идеально здесь у нас такая заслоночка ну чик 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 закрыли открыли ну вот это очень удобно мне очень нравится то что для печки ретро в комплекте вот можно выбрать сразу вот такой конвектор ретро тоже то есть это дополнительный аккумулятор тепла его мы вдвоем сегодня поднимали там кое-что делали блин очень тяжело то есть вес тоже не достаточно большой но какой конкретно сейчас не скажу что у нас здесь у нас также сверху установлен шибер так как мы наращивали дымоход дополнительно на полметра вот на всякий случай ставим шибер что можно было полноценно управлять тягой это же такая дупорция которой на нашем сайте нету но в определенных случаях мы ее предлагаем вот здесь стандартный стартовый элемент черный кстати сэндвич дымоход диаметром 25 сантиметров дымоход на его называю повышенной пожаробезопасности потому что он толще базового на 5 сантиметров то есть по два с половиной сантиметра по кругу у нас получается толщина больше и сверху у нас фланец тоже от грилда и по ним что же такая подложка из огнезащитного материала таким образом у нас получается вот такая вот крутейшая печная группа несмотря на то что это бани-бочка здесь установлена печь в которой минимум 150 килограмм кирпича в облицовке вокруг плюс килограмм 50 килограмм камня плюс еще конвектор тоже минимум 50 килограмм то есть минимум 250 килограмм теплоаккумулятора здесь есть все полностью пожаробезопасно кстати еще один подарочек ленту это веник из полыни вот таким образом это позволяет создавать режим правильной максимально правильной русской бани без конвекции без 100 градусных температур с классным мелкодисперсным паром ну бомба ребят ну просто бомба ну посмотри какая она крутейшая печь вот в миллион с хвостиком вы можете себе получить баню из кедра по сути практически в максимальной комплектации с крутейшей печью на четыре помещения с отсечением холодной зоны с огромным столом пластиковым окном правильными спинками правильными полками матовыми дверьми внутренней обработкой как я уже сказал из кедра ну и самое конечно основное здесь самая гордость этой печи о этой бани это вот эта печь ну ребят здесь можно просто прийти и затопить и просто залипнуть только на печь вообще больше ничем ни о чем не думать как он напишите в комментариях что думаете по поводу этой печки а те у кого если эта печка уже стоит как вам вообще эта печь в эксплуатации